Всем привет! Табо! Я видела там такое... Птенчики мои! Знаете меня? Просто я же не знаю, о чем ты можешь сказать. Я не знаю, что ты так. Да? Отлично! А вот и контент для блога подоспел. В этот приезд в Л.А. Я осваиваю все больше и больше новых мест. Мы сейчас приехали в район Пасадина, он называется. Пасадена. И приехали опять на хайк, который обещает нам в этот раз все-таки фонтаны. А почему фонтаны, если водопады? Пошлите смотреть. Надеюсь, все-таки они будут. Надеюсь, что они не высохли. И здесь просто невероятно красиво. Мы поднимались в гору. И на обратном пути сниму вам дорогу, которая ведет вниз. И видно просто весь Лос-Анджелес. В Америке мне вообще нравятся все национальные партии. Потому что здесь всегда есть вот такая вот схема. Правила безопасности. Полиситесь обаудокс, если вы гуляете с собакой. Ну все, мы дошли. Это, конечно, не супер-пупер водопад. Мне кажется, это как раз-таки фонтан, как я сказала в начале. Но люди вон тут даже купаются. Давайте смотреть. Пока там сейчас гуляли, какому-то чуваку стало плохо. Приехала пожарная, скорая. Несколько машин полиции. Может, это, конечно, не с этим связано, но сам факт. А факт таков, что бы в Америке ни случилось, ну, по крайней мере, в Калифорнии, здесь всегда приезжает полиция, пожарная и скорая. А мы уже погуляли. И сейчас едем домой переодеваться и выезжаем в Малеву на день рождения. Лиз, появись. Все, едем. И сейчас должен быть красивый закат. Надеюсь, мы его заставим. Приехали по пути в магазин со всякими подарками, шарами, открытками. Здесь есть просто все на любой вкус и цвет. Когда ваш друг сыроед, дарить ему подарки очень тяжело, поэтому мы решили собрать вот такую коробку. И вообще вот купили киндер, хотели туда завернуть такие маленькие, как сливы, но, блин, не нашли киндер и фолье. Поэтому он любит авокадо, орешки и вот так вот как-то. Но еще мы купили хлопушку и шарики. Крути низ. Давай, раз. Не прячься, два. Три. С днем рождения. Попробуйте отгадать, потом ваши варианты пишите в комментариях. Я не буду выставлять, не переживай. Раз, два, три. Сегодня в Америке праздничные выходные. У них день труда, поэтому мы приехали в Сан-Ди-Вега. И сейчас остановились в веганской кафешке. Сейчас хочу показать вам, как здесь зеленое, очень миленькое. И что мы заказали. Я на самом деле первый раз в веганской кафешке. И очень даже прикольно. Вот так вот она называется. И, как видите, очень много цветов. Кафешка просто вся в цветах, даже внутри. И вот у них вот такое очень классное патио. Заходим вовнутрь. И вот так вот здесь все. Блин, столько цветов внутри в кафе я еще ни разу не видела. Можно купить сумочку для шоппинга. Вот такую вот маечку. Книги, поготовки, блокноты. И много всяких сыроедческих и веганских десертов. Очень мило. Выходим, заходим в патио. Ребята сидят. Настолько в зеленом кафе я еще ни разу не была. Так, мы подходим уже к пляжу. Здесь просто огромные волны. Очень много серферов. И я сейчас увидела, как там очень классно серфить девочка. Ну, слушайте, ветерок на самом деле такой сильный. И обещали аж 40 градусов. Но пока что не чувствуется. Смотрите, сколько серферов и сколько людей вообще, в принципе. Для тех, кто не в курсе, Сан-Диего это город, который находится ближе всего к границе с Мексикой. Мы сейчас приехали в старый город. И здесь на самом деле очень много мексиканцев. И этот старый город, это, по-моему, такой вот маленький мексиканский город. Потому что здесь много мексиканской еды, какого-то колорита, достопримечательностей. Очень прикольная улочка. И на самом деле очень много народу. Поэтому пойдемте смотреть, что здесь есть. Такие вот домики здесь. Табак, вино, ликер. Мне кажется, можно заходить, пробовать. Вот люди отдыхают. Очень много народу. Но опять-таки, я повторюсь, сегодня праздничные выходные. Поэтому люди все гуляют, отдыхают. Но выглядит действительно по-мексикански. Один типичный мексиканский ресторанчик. Так, смотрите, здесь написано маска плюс сомбрера равно фиеста. Have fun and be safe. Очень классно. И очень много кактусов. Кстати, кто не знает, одним из национальных блюд Мексики является кактус. Помимо такосов. Как-то в Вегасе показывала Космополитен отель. Вот, смотрите, здесь тоже есть. Я, конечно, думаю, что это не сетка. Но он тоже такой розовенький. Мы дошли до маркета. Возможно, сейчас что-то купим. Знаете, ощущаю себя как, не знаю, в 2005-м где-то в Геленджике. Майки с надписями, обувь, брелки, все, что ты хочешь. Люди играют, поют. Ой, смотрите, вот такой. Даже я покупала. Помню, там были разные имена. Либо название города. И вот эта вот рыба-шара у меня тоже, кстати, дома есть. И на этом маркете я урвала себе подарок. Вот такую вот штучку под напиточки. Вот. Все, буду с ней плавать в ванной. Здесь делают свечки. Я сначала думала, что это мыло. Очень вкусно пахнет. Так, ребят, мы сейчас спускаемся на пляж. Посмотрите, как он красивый. Пару двоих слов по поводу этого пляжа. Слушайте, мы так долго спускались, и оказалось, что это нудистский пляж. Ну, наполовину. То есть здесь есть как бы и голые люди, и обычные. Но сам факт, да. Вот, ну, как бы это не совсем красиво показывает. Но там вот, например, пара идет. Достаточно такая в возрасте. Как бы абсолютно голые. И они просто еще так уверенно идут по этому пляжу. И знаете, мы когда спускались, было очень много парней и мужиков. То есть мы подумали, что это как бы пляж для геев. Но нет, оказалось, что это еще и нудистский пляж. Ой, вот, ребята. Вы знаете меня? Такая маленькая пляжа. Твои впечатления-то была нудистского пляжа? Нет, я первый раз. Но я как раз забыла трюсет купальника, потому что я думала, что я родился. Кстати, да, мы сейчас смеялись. И Зиза говорит, я забыла трюсет купальника. Можно было забывать по полной. Осенью я летала на Канарские острова. Мы снимали украшения. И вышел кампейн, который сейчас абсолютно везде по Европе. И мы снимали почему-то на нудистском пляже. Это было очень забавно. Но что поделать? Мы как бы вот спускались вот с той горы. Очень тяжело. Совсем скоро будет закат. Мы пришли на смотровую площадку. Здесь очень красиво. Просто единственное, мы стали подниматься вверх-вниз. Здесь реально очень много ступенек, лесенок. Но это того стоит. Вид просто божественный. Пойдемте спустимся чуть пониже. Я вам покажу, что там нельзя. Смотрите, какая прелесть. Их так много. Они так прям чилят, загорают. И вот людей очень много. Вот эти самые рискованные. В Калифорнии сейчас пожары. И вот это вот не туча. Это просто смог от пожара. Вот там вот где-то далеко что-то горит. Ну, скорее всего, лес. Но просто посмотрите на эту разницу. Опа. Запах в этой зоне, конечно, оставляет желать лучшего. Потому что пахнет, ну, очень серьезно, я так хочу сказать. Но люди вон там, сейчас я вам покажу, даже купаются. Но купаться бы я здесь точно не стала. Я бы стала на Нудистском поляже. Здесь, конечно, голых людей нет. Но здесь реально очень много мексиканцев. И все ныряют с масками. Поэтому я думаю, что здесь очень красивый подводный мир, рыбки. Я прям вплотную подошла. Лиз. Пару комментариев. Скажи, что лучше, Нудистский пляж или вот такие нудистские котики? Нудистский пляж. Я видела там Кашуэ. Ребят, давайте прервемся ненадолго. Я сегодня вас хочу познакомить с ребятами. В первую очередь с Дариной. Она сооснователь онлайн-школы программирования. И она нам сегодня расскажет, как за пять месяцев можно обучиться программированию. Также о курсах, которые проходят в их онлайн-школе. И потом мы поговорим с Виктором, и он расскажет всю техническую часть. Дарин, расскажи, как называется ваша школа и чему вы обучаете? Да, Катя, привет. Наша школа называется Programming Academy in Silicon Valley, PASV.us. Мы обучаем программированию детей от 8 лет и взрослых. Детей мы учим писать код, а взрослых готовим к новой профессии. Это либо QA automation, это тестировщик, либо это разработчик. То есть, а я слышала, что программированию можно обучиться у вас буквально за 5 месяцев. Да, программированию можно обучиться. 5 месяцев – это длительность курса по подготовке уже к профессии. То есть, за 5 месяцев человек проходит 300 часов курса, и он может быть готовым к прохождению технического собеседования на позицию QA, либо на позицию фронт-энд-девелопер. Прежде чем взять у тебя деньги за длительный курс, мы предложим пройти наш бесплатный вводный курс программирования, который позволит понять, в принципе, писать код – это твое или нет. Потому что если этот вводный курс покажет, что нет, то не нужно идти на большой. Либо вводный курс, наоборот, покажет, что тебе это интересно, ты его проходишь, и тогда высокая доля вероятности, что и с большим курсом ты справишься и найдешь работу. И мы сделали 4-недельный курс JavaScript Syntax. То есть, это синтаксис, базовые конструкции языка. Его можно пройти бесплатно самостоятельно. Достаточно зарегистрироваться в системе. Мы открываем доступ, чтобы человек попробовал. Это могут и дети проходить, и взрослые. Либо этот же курс можно пройти с преподавателем. Тогда это стоит 59 долларов. Занятие 3 раза в неделю. Это для тех, кто хочет, чтобы была возможность задать вопрос и получить ответ. Смотри, в любом случае, моя аудитория – это в большей степени девушки. И мне интересно, как девушка может обучиться программированию, и есть ли у нее возможность вообще работать в этой сфере. Потому что, ну, действительно, сложился такой стереотип, что программированием в большей степени занимаются мужчины. И как бы идут учиться на эту специальность. Это правда, это очень хороший вопрос. Потому что, действительно, на сегодняшний день среди технических специалистов в сфере IT больше мужчин. Но сегодня ситуация меняется. Если приходят на собеседование мужчина и женщина, и они одинаково хорошо проходят техническую часть, то дадут предпочтение, скорее всего, женщине. Просто потому что в компании есть принцип диверсификации. И хотят привлекать и мужчин, и женщин в одинаковом количестве. Поэтому у девушек сейчас очень много возможностей. Девушка может вполне освоить эту специальность и трудоустроиться. И здесь совсем не важно, какой у нее возраст. Даже молодая она, ей лет 18 или ей лет 50. То есть у нас есть ученицы, которым и за 50, которые тоже вошли в профессию в этом возрасте, с нуля. Мне еще в этой сфере нравится то, что у нас часто у девушек, да, есть такая ситуация, есть девушки, которые живут в браке, у которых муж зарабатывает больше, а они, например, никогда не работали. И тут думают, наверное, надо начинать работать. Или ситуация, когда есть дети, и ты уже понимаешь, что ты не можешь себя обеспечить, например, нет мужа. И вот эта работа в IT первой, даже QA, это в Америке специальность, которая всегда прокормит тебя, твоих детей. Ты всегда сможешь их записать в сад, выйти на работу. То есть тебе хватит даже первой зарплаты для начинающего специалиста, чтобы покрыть все эти расходы. Кроме того, это очень интересная работа, у нее есть рост. То есть это не то, где ты работаешь, и твоя зарплата не растет. В этой сфере твоя зарплата с каждым годом увеличивается. Расскажи, пожалуйста, сколько в среднем занимает поиск работы непосредственно у девушек? В среднем это от месяца до четырех. То есть четыре месяца это максимум. И самый интересный вопрос, который волнует всегда, сколько в среднем может зарабатывать девушка после прохождения курса? Курса QA Automation, да, на тестировщика. По Калифорнии зарплат ниже 90 тысяч для QA Automation я не встречала. Среди наших выпускников, это в год, 90 тысяч долларов в год, среди наших выпускников в среднем за прошлый год была зарплата 120. То есть это значит, в средний показатель, значит, у нас были ученики, которые 150 вытраговали себе, и были варианты 110. Так что, девчонки, обязательно записывайтесь. Я оставлю все ссылки на вашу школу. И, как мы и сказали, у ребят есть бесплатный курс, поэтому обязательно не поленитесь, пройдите. Поэтому вся подробная информация будет в описании. А сейчас давайте поговорим с Виктором. Он работает программистом в Кремниевой долине и расскажет всю техническую часть своей онлайн-школы. Расскажи о себе, расскажи, где ты работал, и что самое важное и что самое главное в вашей онлайн-школе. Всем привет, меня зовут Виктор Богуцкий. Мы 4 года назад сделали школу программирования. Я занимаюсь программированием достаточно давно. В 2000-х годах мы начали нашу такую активную деятельность по разработке сайта, по программированию. И тогда я вот влился в эту индустрию. Когда мы приехали в Америку, я получил вначале оффер от Apple и там проработал 2 года. Потом перешел в стартап, перешел еще в другую компанию. То есть мой такой путь не очень активный, но в принципе за эти 4 года я много увидел организаций, много увидел процессов, которые в них происходят. И до того, как получить свой первый оффер, я проходил очень много собеседований и много отказов. Сейчас самый простой путь влиться в индустрию, вообще в IT, это либо QA, либо фронтенд. И то, и другое направление, они требуют больших усилий. Где-то полгода-год, точнее, да, где-то полгода-год может уйти на подготовку. Мы стараемся это все вместить в 5 месяцев, поэтому это очень интенсивно и требует больших, больших. Все та же локация на парковке. Всем привет! У нас сейчас время 6.30 утра, в такой уровень еще мы еще не вставали. Это значит, что сегодня у нас ждет новое приключение, и мы едем на Каталину Айленд. А где это и что это я сейчас вам подробнее расскажу. У тебя так я рассказываю. В общем, правильно этот остров называется Санта-Каталина. Находится он в 35 километрах от Лос-Анджелеса в Тихом океане. Поэтому мы сейчас будем плыть на пароме, но сначала мы доедем до Лонг-Бичан. Бич, 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 бич. И оттуда час на пароме. И как нам обещают паром, в 9 утра мы будем там. Вот так вот называется название лодки. Каталина Экспресс. Вот сама лодка. И вот эта вот огромная очередь на нее. Но мы билеты уже купили, поэтому идем занимать места. Я набрала кучу всяких брошюр. Сейчас будем смотреть, пока едем, читать об острове, куда можно сходить и что можно поделать. Все, ребят, мы приехали. Пока что чутка пасмурно, но это хорошо, потому что будет очень жарко. Вот так вот выглядит порт. Очень красиво. Мы сейчас идем завтракать. Здесь очень много заведений с рыбой. И также здесь можно ловить рыбу. Здесь все очень миленько выглядит. И на самом деле напоминает мне Гавайи. Чем там, пока не пойму чем. Но схожесть есть. Я уже иду, смотрю. Здесь можно прокат взять абсолютно все, что угодно. Можно взять велосипеды, серфы, каяки, пау-борды. На удивление, мы буквально за секунду выбрали место, где мы сейчас поедим. Там есть верандочка наверху. Сейчас я вам покажу. Посмотрим, чем нас здесь будут гормиться. А еще все здесь ездят в вот таких вот машинках. Вон они стоят. Их тоже можно взять в прокат и покататься по острову. Так, смотрите, заведение убрали все, потому что внутри сидеть еще пока нельзя. Здесь вот такие вот милые картинки острова. Кстати, видите, даже есть Каталина аэропорт. А сидеть можно на улице с очень красивым видом. Дим, чуть-чуть расскажи, что мы здесь можем посмотреть на Каталине. Здесь будут бизоны. Ага. Их такие дикие лицы с развращивающей водой. И это одна из самых чистых вообще. Но воде мест в мире очень. То есть очень круто. Здесь будут разные дельфины, морские котики. Причем разные виды дельфинов. И просто уникальные растения всякие, которые только здесь встречаются. Класс. Здесь также есть еще гольф-клуб. Можно погольфить, если так кто-то говорит. Типа, знаете, как можно посерфить, но можно погольфить. Можно взять лодочку на прокат. Можно взять машинку на прокат. Можно взять серфы, велосипеды, парабоиды. Можно взять, кстати, фуд-тур. Из-за того, что здесь очень много рыбы. Можно вот даже вкусно покушать. Можно сходить на спа. Здесь много всяких классных массажей. В общем, остров маленький. Кстати, население у него всего 4 тысячи человек. Но развлечений куча. А еще я вот там вот вижу, можно покататься на парашюте. Сейчас мы позавтракаем. И начнем наши приключения. Здесь реально как в каком-то другом маленьком городке. Вот такая маленькая улочка. Люди все катаются вот на этих машинках. Машинка эта стоит 50 долларов в час. И берешь 2 часа и третий час в подарок. И мы так подумали, что мы брать не будем, потому что, скорее всего, остров настолько маленький, что его, в принципе, можно, наверное, проехать за полчаса. Поэтому третий час они дают в подарок. Мы походим к Пешочкам. Смотрите, мы все еще в порту, но вода даже здесь. Капец, какая прозрачная. Очень красиво. Поэтому я думаю, что мы все-таки купим маску и поныряем. Мы уже быстренько позавтракали. И сейчас к Пешочкам идем, смотрим весь этот остров. Вот такая вот набережная и вот этот вот дом. Это, кстати, казино. Как бы смешно это ни звучало, но на острове есть казино. У него, правда, странные часы работы. Только с пятницы по воскресенье. И сегодня мы посмотрели, оно работает, по-моему, только до 4 часов вечера. А вот и пляж, ребят. Судя по всему, берег будет песчаный. Не знаю, ребят, будет вам слышно из-за шума волны или нет, но вода очень теплая. Единственное, что это вот весь пляж. Мы думали, что он будет намного больше. И вот там, где лежат и пляж платный, и там все раскуплено. Поэтому мы все-таки решили взять гольф-кар и поехать на другой пляж. Кстати, как раз выходит солнце и становится очень замечательно на улице. Но вода прям очень хорошая. И камушки, смотрите, какие красивые. Эти люди берут в прокат каяк и отплывают отсюда. Ой, мы все в прокат каяк. В общем, сейчас мы приедем туда, покатаемся. Потому что там пляж, до которого мы хотели доехать, ехать часом. У нас не так много времени, потому что обратный корон у нас в 6 вечера. Птенчики мои. Смотрите, какой вид. Блин, ну реально очень красиво. Солнце уже заходит, и мы собираемся ехать домой. На самом деле отдохнули мы очень хорошо. Покупались, позагорали, поплавали в кругах, покушали вкусно. В общем, остров красивый, обязательно приезжайте. А вот и контент для блога подоспел. Какой-то пьяный парень налетел на другого парня. И, короче, нам пришлось вернуться назад. Мы сейчас паркуемся. Их забирают. И мы, надеюсь, все-таки уедем в Л.А. А вот зрители, смотрите, все стоят и смотрят на это. Ну, блин, реально, мы сейчас уже задерживаемся на полчаса, наверное, пока сейчас там все оформят. Ребят, смотрите, сколько дельфинов здесь. Ребята, я надеюсь, вам понравился мой влог. Подписывайтесь на мой канал, не забывайте про инстаграм, ставьте пальцы вверх. Всех целую, пока-пока.